Общественный транспорт должен быть безопасным. Так это или нет, в пятницу выясняли инспекторы ГИБДД. На конечной остановке первого и седьмого маршрута в Пустышборе они проверяли автобусы и маршрутки. В полном порядке должны быть не только документы, но и само транспортное средство. Самые страшные нарушения это такие, как нарушение рулевого управления, а именно это отклонение угла между рулевым колесом и передней оси автобуса. Либо так называемый люфт. За данное нарушение предусмотрено водителю штраф 500 рублей, на должностное лицо штраф до 8 тысяч рублей. В любом автобусе должна быть аптечка. В данном случае у водителя возникли затруднения. За отсутствие аптечки у нас предусмотрен штраф 500 рублей. Статья 12.5, часть 1, кодекса административного права нарушения. Вы об этом знали? Об этом знали. Ну, я давно работаю, конечно, знаю. Долгие поиски, и у водителя в руках появляется не одна, а сразу две аптечки. Но в ней ничего нет. Не таким образом она должна быть. Ну, я понял уже. Толку от нее? Сами понимаете, никакого. Здесь тоже ничего нет. Все, будем покупать, но здесь. Сейчас я их выкину. Нередко встречаются водители маршрута, где неисправен ремень безопасности. На него специально наматывают изоленту. За подобное нарушение водителю грозит штраф 500 рублей. Они делают это для чего? Для того, чтобы он не возвращался назад. Чтобы было удобно его накинуть. Вот. Это технеисправность. По результатам этого рейда один из микроавтобусов отправили не по маршруту, а на штрафстоянку за неисправность рулевого управления. Возбуждено административное расследование в отношении человека, который выпустил на маршрут такой транспорт. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.